Друзья, всем привет! Каждый день мне пишут комментарии, задают в личку вопросы по поводу заражения 2020, как я его называю. Спрашивают, какая у нас обстановка в Европе вообще, в Швейцарии. И вы знаете, когда я побывал в Москве на прошлой неделе, я понял, что насколько сейчас все-таки счастливо живут люди в России. В плане того, что насколько сохранилась вот эта вот некая свобода, и ты понимаешь, что свобода это самое важное, что может быть у человека. Потому что во Франции сейчас ввели опять полнейший жестокий локдаун, то есть сейчас там комендантский час, выходить нельзя, магазины закрыты, все закрыто. Никуда лишний раз там без специальной бумажки не выйдешь. Ну вот помните, как это было у нас в России в прошлом году, в апреле, в мае, по-моему, да, вот были вот эти вот домашние аресты так называемые. В Германии тоже сейчас полностью закрываются границы, вот сегодня я прочитал новость. Значит, закрывают границы, опять закрывают магазины, рестораны и так уже были закрыты. В Швейцарии обстановка чуть-чуть, наверное, попроще, пока еще работают продуктовые магазины, но, конечно, рестораны и другие остальные вещевые магазины закрыты. Но не знаю, что будет дальше, посмотрим, если что, будем держать вас в курсе событий. И вот на фоне этого, когда ты попадаешь в Москву, когда ты спускаешься в метро, и везде написано, да, что без масок и без перчаток не входить, стоят полицейские на входе и говорят, что не забывайте масочку одеть, да. Но ты едешь потом по экскалатору и видишь, что кто-то едет в масках вот таким образом, кто-то вот в таким образом, а кто-то вообще без масок, кто-то вообще все вообще без перчаток поголовно. И уровень заболеваемости, если смотреть по вот этой вот шкале, он только снижается и снижается. В Швейцарии что было? Тысяча человек в сутки, тысяча двести, там тысяча триста год назад. Что сейчас? Все закрыто, везде локдауны, рестораны закрыты, все закрыто. Но все равно такая же тенденция, то есть тысяча, тысяча сто человек каждый день так же якобы заражается. Хотя, опять же, я скажу, что вот какого-то ажиотажа такого, да, чтобы там скорые курировали, ездили по городу, я этого не замечаю. Вот. И в Швейцарии, значит, сейчас швейцарское правительство решило валить несколько миллиардов долларов, да, или франков, значит, в тесты, это называется личное тестирование. То есть каждый человек теперь может четыре раза в месяц, по-моему, приходить в аптеку и брать тест. Я вам сейчас его покажу, небольшой ролик швейцарский. И мы потом разберем, для чего это сделано и почему это вообще сейчас нужно. Ну вот, в общем, тут сейчас показывается вся вот эта система. Значит, мужчина говорит, что теперь каждый человек может сделать тест в домашних условиях без медицинского персонала. Нужно будет просто взять вот эту вот палочку, ватную палочку, прокрутить ее четыре раза в носу. Хватает четыре всего раза в обе ноздри. Вот, потом, значит, прилагается сразу определенная пробирочка. В нее опускается вот эта вот ватная палочка и прокручивается десять раз. В этой пробирке какой-то раствор. Потом все это вот так вот закрывается. И у нас получается пипеточка, через которую капается четыре капельки. Ждем пять-десять минут. И потом вам показывается уже результат. Значит, либо положительный, либо отрицательный результат вы можете получить. И он говорит, конечно, что это не тот ПЦР-тест, который делается в настоящих лабораторных условиях. В общем, это не то, что ПЦР-тест, который делается в лабораториях. Это такой личный тест, который просто вам показывает, либо вы болеете, либо нет. Но если у вас, например, негативные тесты, вы переживаете, то лучше, конечно, сходить также в лабораторию и, соответственно, там сделать себе этот тест. В общем, первый месяц, как я понял, эти тесты будут выдаваться бесплатно, то есть швейцарское правительство их как-то закупило или что-то, не знаю, какой-то тендер был, да, что. А потом, со следующих месяцев, возможно, возможно, это пока еще об этом никто не пишет, но у меня есть товарищи, которые работают на, ну, работают в медицинских учреждениях. И они говорят, что, возможно, потом обяжут каждого человека покупать данные тесты. Ну, то есть, понимаете, опять же, как мы говорили, что делаются деньги из воздуха. А эти тесты, они, знаете, не дешевы, может быть, стоили 200 франков, стоит вот эта вот, как бы, сама вот эта машинка, да, плюс эти палочки, плюс эти растворы. То есть, пока вот это вот будет вся вторая, там, третья, четвертая, пятая, десятая волна, не знаю, сколько еще лет это будет продолжаться, но, как тоже я слышал по неофициальным источникам, возможно, вообще все это будет длиться до 2025 года. Вот, и у людей будет выбор, либо вы, в общем, каждый месяц выкидываете денежки, да, то есть, покупаете эти палочки, тесты, это все одноразовое, либо делаете себе один раз, одним разом вакцину и свободны. И после этого вы можете уже жить свободно, передвигаться свободно, у каждого у вас будет уже паспорт вакцинированного человека, и все будет нормально. Кстати, вот тоже мне коллега говорила на днях, что она сделала вакцину, и ей было потом очень плохо, несколько дней спустя, какие-то резкие боли в животе, температура поднималась, вот, пока она не приняла медикаменты обезболивающие, в общем, ничего, это само не проходило. Поэтому, конечно, с такими вещами, я считаю, нужно быть крайне-крайне аккуратными. Вот, и мне кажется, что скоро, конечно же, это может прийти и в Россию, у нас же тоже Россия как бы любит смотреть на западных коллег, и, соответственно, ну, просто надо готовиться к тому, что будет вот такие вот приниматься меры, да, и нужно будет опять выкладывать денежки из своего кармана. Вот, и также я общался с коллегой, ну, вернее, с товарищем, который работает на фабрике медицинского, медицинских медикаментов, фабрика РОЖ в Швейцарии, они делают препараты от рака, и также вот они сейчас изготавливают эти вот ПЦР-тесты. Это, кстати, когда я был в Москве, мне делали именно швейцарский ПЦР-тест, потому что он считается там, ну, сейчас самый качественный. И он говорит, что вот эти вот мини-тесты, они, конечно, не заменяют ничего, то есть они вам не дадут возможности вылетать за границу, они, это не то, что вот это справка из лаборатории, то есть это только для вашего личного успокоения. Вы, например, почувствовали какие-то симптомы у себя, вы раз, быстренько взяли, тестик это сделали, да, посмотрели, что вроде все нормально. Значит, можно идти потом в лабораторию, и в лаборатории уже делать за деньги тест, но вы уже уверены, как бы, да, что у вас все нормально. И также, если у вас негативный тест, ну, вернее, да, наоборот, что у вас, если выявился РНК в организме, то вы тогда можете также идти в лабораторию, также заплатить деньги, и также будете уже в курсе, что вот вы, как сказать, инфицирован, да, и вам нужно будет проходить карантин, и зато не будете покупать себе там билеты, они у вас не сгорят. Ну, в общем, друзья, еще раз говорю, что раньше мы думали, что воздух и кислород нам будут продавать в баночках, да, а сейчас, в принципе, все законно, все легально, просто вот всех сейчас обязуют покупать вот эти тесты на со следующего месяца. Сейчас первый месяц бесплатно нас приучают власти, все это вкладывают деньги, а потом со следующего месяца, пожалуйста, друзья, покупайте себе, тестируйтесь, а если не хотите покупать и тестироваться, то вакцинируйтесь. Вот, где-то я даже слышал, кто-то мне писал в комментариях, извините, я, честно сказать, не помню, какая страна, то ли Германия, то ли Израиль, то ли еще какая-то другая страна, говорят, что даже без теста в магазин зайти нельзя. То есть, понимаете? Ну, опять же, либо иди делай прививку один раз, либо загоняйте я в такие углы, что ты даже покушать не можешь спокойно, и нужно бежать делать себе прививочку. Или каждый раз тестироваться, но платить за это огромные бешеные деньги. Так что, друзья, пишите ваше мнение по этому поводу, интересно будет послушать ваш опыт проживания в других странах и как сейчас у вас происходит, если вы из Германии или Франции, напишите, что у вас. Вот от первого лица интересно послушать, что у вас происходит. Вот, а на данный момент у меня вот такие новости, я желаю всем хорошей недели, позитива, добра и, конечно же, берегите себя, не болейте, это самое главное. Сейчас сезон у нас чего идет? А витаминоза после зимы, так что ешьте побольше овощей и фруктов. Друзья, всем пока-пока, удачи и отличного настроения. Берегите себя.